«Ну, наконец-то!» — прошептал дерзкий, заметив в подворотне женщину в Алой Косынке. «Что, вышла?» — уточнил его напарник Оська по прозвищу Хвастун. Долговязый парень в рваном засаленном сюртуке. «А точно она?» «Она, голубушка, кухарка Чванова. Платочек аленький на всей Коломенской только у нее. А что, у ростовщика другой прислуги разве нет?» «Нет». «Ты ж говорил, богач!» «Богач-то богач, но жуткий скряга!» «Может, потому и богач, что скряга!» Посетила голову Оськи неожиданная мысль. «Говоришь, закладов у него тысяч на пять?» «Может, и на десять». «Как же ты их унесешь?» «Пошли давай вместе!» «Ну, что нам тот дворник сделает?» «Скажем, что к ростовщику медальон твой идем закладывать». «Дворник меня знает». «Откуда?» — спросил любопытный Оська. «Не твое собачье дело!» — стукнул по столу дерзкий. Оська хотел возразить, но, кинув на приятеля взгляд, осекся. Глаза дерзкого горели недобрым огнем, а сжатые в кулаки руки готовы были врезать, ежели хвостун немедля не заткнется. «Так». Кухарка вышла на Коломенскую, повернула в сторону Кузнечичного переулка. Сообщил приятелю дерзкий, смотревший в окно. «Тебе пора». «Все помнишь?» «Чего тут помнить?» «Показать дворнику Цилкова и пригласить сюда, в трактир». «Стол займешь другой, где-нибудь в глубинке, чтобы ему улицу было не видать». «Это понятно». Оська поднялся с табурета и направился к выходу. «Эй, услужающий!» — крикнул дерзкий. «Сколько с нас?» «Чайная пара», — стал загибать пальцы половой. «Два бутерброда с ревельской килькой, два с ветчиной и того с пятиалтынной». Дерзкий бросил на стол три пятака, продолжая наблюдать в окно за Оськой, который, перебежав Коломенскую, вальяжной походкой подкатил к дворнику, лениво подметавшему тротуар. «Эй, уважаемый!» — обратился он к нему. Крепкий бородач в длинном темном кафтане и белом фартуке неприязненно оглядел оборванца. «Чего тебе?» «Сам-то я не здешний, только-только с вокзала. Вот ищу, где выпить». «А деньги у тебя есть?» — усомнился дворник, разглядывая разодранный сюртук хвостуна. «А то как же!» — воскликнул Оська и достал из-за пазухи выданный ему дерзким рубль. «Ого! Целковый!» — одобрительно цокнул языком дворник. «На такие деньжата славно можно погулять!» «Только вот где?» — улыбнулся в ответ Осип. Улыбка у него была столь располагающей, что не то что дворник, даже городовой не заподозрил бы в нем воришку и мошенника. «Да хоть напротив!» — махнул метлой дворник на тот самый трактир, из которого только что Оська вышел. «Не составите ли мне компанию, уважаемый? А то я здесь никого не знаю». Отлучаться от дома дворнику было нельзя. Если бы его отсутствие обнаружила хозяйка, непременно уволила бы его. Но нынешнее лето она безвылазно жила на даче, в город не приезжала, и дворник, а звали его Прокопий, решил рискнуть. Уж больно хотелось ему выпить на дармовщинку. Он отнес метлу в дворницкую, снял там фартук и вместе с новым приятелем отправился в трактир. Дерзкий покинул трактир в тот момент, когда Прокопий скрылся в дворницкой. Степенно, будто и не в старом заношенном армяке, пересек Коломенскую и зашел в парадный подъезд. Поднявшись на второй этаж, покрутил кнопку звонка. В глубине квартиры раздались неспешные шаги, и вскоре входную дверь отворили, правда, ненастишь, всего лишь на цепочку. — Чего тебе надо? — спросил ростовщик, увидев через щель оборванца. — Медальон заложить. Серебряный. И, сняв его с шеи, сунул под нос ростовщику. Дверную цепочку тут же сняли, дверь распахнулась. — Прошу, проходи. Ростовщик пропустил дерзкого внутрь и, от охватившего его волнения, забыл закрыть на ключ дверь. — Откуда он у тебя? Дерзкий, игнорируя вопрос, прошел прямо по коридору в огромную комнату. Другие бы хозяева использовали ее как столовую. Чванов же заставил стеклянными витринами точь в точь, как в ювелирных лавках. И в них под замками держал заклады. От дорогих колец с бриллиантами до копеечных медных крестиков, под залог которых сужал клиентам деньги. Кому в половину, а кому в четверть истинной стоимости. В назначенный Чвановым срок, обычно через месяц, залог надлежало выкупить, то есть вернуть ростовщику полученную сумму, а сверх нее еще и плату за кредит, так называемые проценты. Однако редко кому из его клиентов это удавалось. И тогда невыкупленные заклады становились собственностью ростовщика. — А ты, смотрю, все богатеешь и богатеешь, — процедил дерзкий. — Как смеешь мне тыкать, оборванец! — взвизгнул Чванов. — И вообще, откуда у тебя этот медальон? — Что? — Неужто не узнал? Стоявший спиной дерзкий обернулся, и Чванов едва не выронил из рук свечку. — Анатолий? — таки признал. — Ну что, обнимемся, братишка? — Ты же на каторге. — Был и там, да весь вышел. — Ты что, сбежал? — Какой ты догадливый! И что тебе от меня надо? — Во-первых, денег. Чванов достал из кармана халата несколько мятых рублей. — На, держи! — дерзкий отпихнул руку брата. — Три рубля? — Ты что, издеваешься? — Я ведь из-за тебя на каторгу попал. — Ты попал туда за убийство. Меня признали бы сумасшедшим, если бы не ты. Зачем ты в суд явился? А зачем ты подписывал викселя моим именем? Знаешь, сколько сил и средств мне пришлось приложить, чтобы от них отбиться? — Дерзкий достал из кармана длинный узкий кинжал. — Ты чего? — попятился от него ростовщик. — Я твой брат! — Спасибо, что об этом вспомнил. — Открывай давай несгораемый шкаф. Я знаю, он вмурован за портретом отца. — Открывай, говорю, не то порежу, как колбасу! Возмущенный ростовщик подошел к картине. Сняв ее, он достал из кармана халата связку ключей и, безошибочно выбрав нужный, сунул в замок шкафа. — Теперь отойди, — велел Дерзкий. — Вдруг у тебя там револьвер? Увы, револьвер ростовщика покоился в ящике письменного стола. Как бы ему до него добраться? — Каторжник повернулся спиной к брату и, достав из кармана армика холщовый мешок, сгреб в него лежавшие в шкафу купюры и монеты. — Негусто, — вздохнул он. — Где остальные? — Все, что есть, — развел руками ростовщик. — Ты думал, я миллионер? Какое там? Каждая копейка потом и кровью достается. — Дерзкий рассмеялся. — Скажешь тоже, ты такой же грабитель, как и мои друзья-каторжники. Последнее у людей отбираешь. Только им, разбойникам, зато каторга полагается. А вам, ростовщикам и банкирам, уважение и почет. — А где медальон? — Какой медальон, — опешил Чванов. — Отцовский. — Зачем он тебе? — Не твое собачье дело, — оборвал его дерзкий. — Давай медальон живо. — Не то зарежу. — Не маши ножичком. Забирай, конечно. — Где же он? — Недавно ведь на глаза попадался, — начал ломать комедию ростовщик, медленно приближаясь к столу. — Не здесь ли? — Александр Иванович приоткрыл дверцу буфета. — Нет. — Должно быть в столе. Быстро подошел к нему, открыл нужный ящик и вытащил револьвер. А вот и он. — Теперь клади деньги обратно в шкаф. — Быстро! — И нож туда же! Дерзкий, сплюнув на ковер, с презрением смотрел на брата. Как сволочью был, так сволочью и остался.